Америка разрешит Украине использовать свое оружие, чтобы бомбить территорию России. При этом Путин готов заморозить войну, как сообщают источники американского издания. Стали известны детали плана по национальной безопасности в случае избрания Дональда Трампа президентом во второй раз. Теперь ясно, что он будет делать с Украиной. Америка ругается с Международным уголовным судом, а Госдепартамент США за последние полгода выдал рекордное количество виз. Об этих и других новостях я вам расскажу в этом выпуске, где я рассказываю, как те или иные события освещают американские СМИ. Подписывайтесь, если еще этого не сделали, нажимайте жирно-жирно лайк. А мы начинаем. Поехали! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории России. По его словам, это может помочь сдержать наступление, которое прямо сейчас российские войска ведут на севере Харьковской области. Энтони Блинкен на прошлой неделе также посетил Киев и вернулся в Белый дом с сообщением, давайте мы тоже разрешим удары своим оружием. Пока из всех стран, которые поставляли Украине вооружение, только Великобритания разрешила использовать ракеты Storm Shadow по ударам по территории России. Но в Белом доме к этому отношение неоднозначное, поэтому пока непонятно. Точного решения нет, нету точного решения западных стран, но то, что идут такие разговоры последние недели, говорит о том, что, скорее всего, это разрешение все-таки будет получено. В New York Times вышла статья, где говорится о том, что России удалось переломить ход войны. Что если до лета 2023 года Украина занимала такую лидирующую позицию, она как бы задавала правила игры, то сейчас все ровно наоборот. Сейчас Россия наступает и это, конечно, очень плохо как для западных стран, так и для Украины, потому что это подрывает репутацию вообще всех западных демократий, которые не смогли справиться с Россией на поле боя. Непонятно, конечно, изменится ситуация в будущем или нет, но мы еще будем возвращаться к этой статье. Ну, в общем, в New York Times она достаточно такая громкая, достаточно цитируемая вышла, на нее многие в эти недели ссылались. Также в том же New York Times вообще стали часто сейчас писать про войну в Украине. Как я говорил где-то с лета прошлого года, Украина практически пропала из повестки, ее даже с главной страницы убрали. Многие американские издания убрали даже эту категорию на главной странице. Сейчас она вновь возвращается. В той же New York Times вышла статья о том, что американское высокотехнологичное оружие оказалось неэффективным из-за средств радиоэлектронной борьбы, которые использует российская армия. Что вот эти вот супер навороченные вооружения, они как бы есть, но они не могут быть использованы в полной мере, потому что Россия активно использует всякого рода глушилки, чтобы не дать этим вот электронным ее частям нормально работать и функционировать. Россия продолжает обстреливать Харьков. Буквально вот сегодня, когда я записываю это видео, пришла новость о том, что авиабомба прилетела в строительный торговый центр, что больше 200 человек ранено. Там вот пока вот на момент этой записи 6 человек погибших подтверждено. Конечно, это все ужасно. И тоже здесь, конечно, все эти громкие удары, они здесь активно освещаются. В информагентстве Reuters, как ее называют по-английски, вышла эксклюзивная статья про то, что Путин готов заморозить конфликт по текущей линии фронта. Сотрудники издания пообщались с пятью анонимными источниками, близкими к администрации президента, и все они подтверждают, что Путин реально готов заморозить конфликт. Плюс они приводят слова его на встрече с Си Цзиньпином, на встрече с президентом Беларуси Лукашенко, что мы, мол, готовы заморозить конфликт, мы готовы на переговоры. Но, мол, типа с кем говорить, потому что сейчас Россия активно в массы проталкивает идею, что президент Владимир Зеленский, он больше нелегитимен, потому что там с 21 мая по Конституции Украины у него истекли полномочия. И что, мол, Россия не понимает, с кем говорить, они будут говорить только с легитимным президентом. Тем не менее, в этой же статье в Reuters там пишут, что Путин в целом доволен территориальными присоединениями, что на переговорах нет смысла поднимать вопрос о том, чтобы Россия отдала присоединенные территории, захваченные уже территории, которые она уже считает по Конституции своими, что этот вопрос вообще не будет обсуждаться. Но вот в рамках текущей линии фронта он готов все заморозить, прекратить конфликт. Также там интересно говорится, что в феврале также Путин посылал сигналы американским коллегам, что он готов к переговорам, но его позиция не была услышана, поэтому, собственно, с этим связано то, что российские войска начали активно сейчас продвигаться в Харьковской области, потому что, мол, на запрос Путина вновь Америка не ответила и не дала добро на переговоры. Я напоминаю, что у Путина такая позиция, это здесь тоже во всех СМИ пишут, что так как в Украине принят указ о том, что переговоры с Россией при Путине невозможны, то Путин пытается надавить на Америку, чтобы Америка надавила на Украину и склонила ее все-таки к переговорам. Непонятно, получится это или нет, но вот в рейтерах довольно большая статья о том, что на текущих условиях все готовы заморозить. Напишите в комментариях, что думаете вы, лучше ли какой-никакой мир или как бы война с шансом победить или там сильно проиграть. Не знаю, я на самом деле за эти два года, несмотря на то, что я, конечно, очень далек от войны, от этих всех боевых действий, но тем не менее, пообщавшись с таким количеством людей, которые и видели войну, и бежали от войны, и вот много разных человеческих историй и сломанных судеб знаю, Мое мнение, что нужно заканчивать. Понятное дело, что Россия не остановится и вряд ли можно будет путем переговоров как-то вернуть эти все территории, но даже в таком случае лучше, чтобы люди перестали погибать, лучше, чтобы перестала литься кровь, чем вот это вот все продолжать. Потому что, мне кажется, все обе стороны устали и нужно просто прекращать друг друга убивать, как бы там ни было. Также в этой связи на этой неделе стало доступно специальное такое руководство по национальной безопасности, которое подготовил консервативный такой институт, который вырабатывает политику для будущих президентов, как раз для Дональда Трампа в данном случае, потому что это консервативный институт. В этом документе пишут, что, скорее всего, Украина продолжит терять территории в ходе боевого столкновения. И это руководство призывает следующего президента не отправлять еще больше вооружений на прошлых условиях. Там пишут, что Трамп должен будет добавить условия, что он отправит вооружение, но только с условием того, что Украина сядет за стол переговоров. Но там подчеркивается, что даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, США все равно продолжат вооружать Украину, использовать ее как такой плацдарм для сдерживания российской агрессии, которая, возможно, еще какая-то будет в будущем. Также там написано, что задача Америки это убедить Украину отказаться от цели, вернуть все свои территории с 91 года военным путем, типа отказаться от этой идеи. И также отказаться от того, чтобы привлекать Россию к какой-то ответственности. Мол, оставить это на работу дипломатов, которая, скорее всего, может совершить какой-то прорыв только после того, как закончится власть Путина. То есть смотреть прям сильно-сильно на долгосрок, а пока что довольствоваться тем, что есть. Также в контексте Трампа и Украины в Wall Street Journal вышла статья о том, что у Трампа, скорее всего, не получится полностью там заморозить конфликт, как он говорит, что он вот, мол, за сутки до того, когда же инаугурация пройдет, он заморозит конфликт. Но в этой статье пишут, что все-таки Трамп не один управляет страной, страной также управляет еще и Конгресс. Сейчас в Конгрессе очень много проукраинских республиканских политиков, но, тем не менее, там пишется, что вот это вот какой-то негатив и пренебрежение Украины у Трампа связано с тем, что у него в целом личная неприязнь к Владимиру Зеленскому. Не потому, что он как бы что-то сделал, а просто в 2019 году Трампу объявили импичмент из-за того, что один из его сотрудников, который слушал разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, доложил о том, что вот, мол, президент использует свои полномочия для давления на политических каких-то союзников, потому что, мол, он сказал Зеленскому, что дайте нам информацию про деятельность Байдена в Украине, это было еще в 2019 году, а мы, типа, мол, взамен вам дадим военную помощь. И по мнению Конгресса это оказалось достаточно для импичмента, ему тогда объявили импичмент. Вот, мол, из-за всей этой истории, из-за того, что в ней фигурирует Зеленский, Трамп, собственно, и недолюбливает его. Но, опять же, это я вам просто пересказываю то, что пишут здесь Wall Street Journal. Тем не менее, там считают, что у Трампа, возможно, и получится как-то склонить к переговорам Украину, возможно, эффективнее, чем у Байдена, но не стоит надеяться, что Трамп прям полностью оставит Украину и, там, не знаю, перестанет ее поддерживать. Что нет, все-таки проукраинское лобби довольно большое в Америке, и, как минимум, поддержка вооружениями, обучение, все это также продолжится, даже если война вот завтра закончится. Также Трамп на этой неделе в своей социальной сети Truth Social написал пост, что Эван Гершкович, это журналист Wall Street Journal, который был задержан в России более года назад по подозрению в шпионаже, что его отпустят сразу же после выборов, но определенно до того, как пройдет инаугурация. Дальше Трамп пишет, он будет дома в безопасности и со своей семьей. Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но больше ни для кого. И мы ничего не заплатим за это. Вот такая вот интересная ситуация, интересно, как Трамп намерен это делать. То есть это прибавляется еще больше каких-то обещаний Трампа что-то сделать в случае, если он будет избран президентом Америки. Друзья, я напоминаю, что лучшая поддержка канала это жирный жирный лайк под этим видео. Вам это ничего не стоит, просто свайпайте вверх, нажмите на жирный жирный лайк и продолжайте смотреть видео. Давайте наберем хотя бы 15 тысяч пальцев вверх, чтобы я понял, что вам нравятся вот такие вот видео с обзором американских новостей. Если хотите еще каким-то образом поддержать работу меня и моей команды, можете воспользоваться функцией суперспасибо на ютубе, спонсорством на ютубе и на сторонних сервисах вроде Бусти и Патреона. Нам будет очень приятно. Спасибо. В последние годы всемирно известные американские бренды задумали менять свои логотипы. Вот, например, Pepsi в 2023 году поменяла логотип, который у них был с 2008 года. Теперь она выглядит как дань уважения старому логотипу из 80-90-х годов. За год до этого сеть американского фастфуда Burger King также обновила свой логотип и тоже сделала его больше похожим на логотип аж 1969 года. Все новое – это хорошо забытое старое. Вообще, вы задумывались, как много вокруг нас результатов работы графических дизайнеров? Многие думают, что такие специалисты просто рисуют красивые картинки. Но на самом деле они решают задачи бизнеса, говорят с потребителями и создают комфортную среду. Дизайн везде – на остановках, дорожных знаках, вывесках, книгах, в презентациях, инструкциях и в социальных сетях. Даже в век нейросетей профессия графического дизайнера становится еще более актуальной. Мейросетям не достает оригинальности и творчества. Они не умеют генерировать уникальные и интересные идеи, понимать чувства людей. Сегодня дизайнеры нужны во множестве сфер. Маркетинг, реклама, пиар, искусство, индустрия развлечений, масс-медиа, IT, интернет, образование, телеком, банкинг и т.д. Мои друзья из крупнейшей профильной школы дизайна Contented как раз обучают этой профессии на своем курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Средняя зарплата начинающих дизайнеров – 70 тысяч рублей. А те, кто уже с опытом, могут зарабатывать от 150 тысяч и выше. В ходе курса делается упор на практику, потому что главное на рынке – это наличие портфолио. За 20 месяцев обучения у вас будет 18 работ. Вы освоите инструменты дизайна – Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, After Effects, Cinema 4D. Вы погрузитесь в 5 основных направлений дизайна – айдентика, дизайн-упаковки, веб-сайты, моушен и 3D. Вы будете 4 недели стажироваться в креативном агентстве Red Cats под руководством арт-директора с качественной обратной связью. Само обучение занимает 4-8 часов в неделю. Есть возможность заморозить обучение. Учить вас будут преподаватели практики, арт-директора, владельцы агентств, топовые специалисты IT-компаний и студий, которые работают с крупными брендами – Яндекс, Гугл, X5 Retail Group и другими. В Contented есть карьерный центр, который поможет вам в поиске работы и подготовке резюме. А работать дизайнером можно из любой точки мира и выбирать разнообразные карьерные пути. Креативное агентство, собственная студия, фриланс или совмещение деятельности с основной работой, повышая таким образом уровень своего дохода. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс, а по промокоду столица получите скидку 45% и курс английского для дизайнеров в подарок. Все приходит с опытом, а опыт приходит с Contented. Ну и последняя новость, связанная с Россией, это то, что страны Большой Семерки потихоньку приходят к соглашению о том, чтобы использовать часть арестованных российских активов, которые хранятся в Евросоюзе. И на самом деле, понятное дело, что сначала Украина заявляла, что хочет, чтобы абсолютно все активы были переданы, но теперь они вроде как договариваются, что не будут основную сумму трогать, а только те проценты, которые накапали за время хранения за последние два года. Это в целом тоже существенные суммы, потому что в России там сколько больше 200 миллиардов долларов лежит, и вот эту сумму они трогать не будут, только проценты. Но все равно многие и в США в том числе, они опасаются, что это ударит по авторитету европейских стран и может вызвать отток капитала из Европы. Потому что если, мол, вот так вот обращаются с чужой собственностью, то несмотря на войну и на все просто, ну как бы это сильно снизит репутацию и как бы надежность Европы для хранения каких-то активов для других стран. Поэтому не знаю, я на самом деле тоже здесь солидарен, что этим действием, если вдруг Америка и страны Западной Европы, они реально это сделают, они очень сильно подорвут авторитет вообще в целом в свое право. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это будет такой выстрел себе в ногу, но посмотрим, напишите в комментариях, что думаете вы. Кстати говоря про авторитет права, на неделе возник такой конфуз, связанный с тем, что Международный уголовный суд объявил о своем решении о том, что он только намерен выписать ордера на арест руководителей Израиля и Хамас, тем самым приравняв Израиль и Хамас. Что, естественно, вызвало очень сильное возмущение в западном обществе. Америка не признает авторитет Международного уголовного суда, хотя когда-то даже в целом опосредственно имела отношение к его созданию, но тем не менее начали заявлять, что вот, мол, он не имеет этой юрисдикции и так далее. Тут, конечно, очень интересно, как такое, знаете, работают двойные стандарты. И опять же, не хочу сейчас рассуждать на тему того, можно ли приравнивать руководителей террористической организации и легитимных глав государства. Не в этом дело, а просто именно про лицемерие, что когда там Путину выписывали ордер на арест, то здесь это поддержали. А когда только заявили о намерении выписать ордер на арест руководителям Израиля, сразу тут как бы все. И это, конечно, интересно. Опять же, я это не в том случае, что там эти хорошие, те плохие, там Путин хороший или плохой. Нет, просто вот мне интересна вот эта вот особенность того, как формируется мнение, как вот открыто, по сути, видна политика двойных стандартов. Это, конечно, в очередной раз доказывает, что в мире нет ничего черного и белого. Все вот какое-то сероватое. Но давайте вернемся к внутриамериканским новостям. На днях Госдепартамент США объявил о рекордном выдаче неиммиграционных виз. С октября 23 по март 24 года США выдали 5,2 миллиона неиммиграционных виз. То есть туда входят всякие там туристические визы, студенческие визы, рабочие визы. 5,2 миллиона. Это как раз к вопросу о том, что, мол, вот все, Америка не выдает визы, никого не впускает. Все она впускает и нормально выдает визы. Причем большая часть этих виз, 4,1 миллион, получили иностранцы именно виз категории B1, B2. То есть это как раз вот эти вот туристические визы. И мы это видим даже по работе нашего визового центра. У нас за последние недели десятки людей получили визы в Индонезии, в Казахстане, в Кыргызстане. Даже у нас в Сербии получали визу для стажировки J1. То есть, ну, мы реально видим, вот даже по этим отзывам видно, что люди прям сейчас очень хорошо получают визы. Поэтому, друзья, если вы хотите поехать в Америку, не езжайте вы через эту Мексику, не надо ехать там, не знаю, каким студенческим визам. Просто берете, получаете туристическую визу. Это реально самый легкий, самый надежный способ легально въехать в США. Приедете, посмотрите, нравится вам оно, не нравится. И потом решите, захотите оставаться, можно абсолютно легально здесь поменять свой статус. Не захотите, уедете обратно, не нужно зажигать мосты. И так как сейчас идет такой хороший тренд на выдачу виз, то, друзья, обращайтесь в мой визовый центр, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку. И моя команда бесплатно оценит ваши шансы на получение американской визы, либо любой другой. Мы еще делаем шенгенские визы, визы в Великобританию, в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, вообще по всему миру. Поэтому обращайтесь, оставляйте заявку, и моя команда с вами свяжется. Ну, давайте все-таки поговорим про внутренние американские новости. В Нью-Йорк Таймс вышла интересная статья про новый центризм в Вашингтоне, который они обозревали словом неопопулизм. Давайте чуть разберемся в терминах. Смотрите, подавляющее большинство американских политиков, именно такого федерального уровня, это сенаторы, конгрессмены, которые заседают в Конгрессе, это не радикалы. То есть принято думать, что, я не знаю, там, вот демократы, это чертовы леваки-коммунисты, а республиканцы, это праваки-фашисты. Но на самом деле это не так. 90% конгрессменов, которые сейчас в Конгрессе, они придерживаются довольно умеренных, центристских взглядов. Между ними гораздо больше общего, чем каких-то различий. Есть, как бы, радикальные крылья у обеих партий, но там незначительное число людей. Они, возможно, громче всех кричат, они больше всех создают какие-то инфоповоды, но они мало на что реально влияют. Американская политика, как в целом, знаете, вот политика и политические какие-то настроения в любой стране, они подвержены изменениям со временем. То есть, вот, например, в Америке такой популярный пример. Обама и Байден, когда они были кандидатами в президенты в 2007 году, то в интервью они открыто заявляли, что они против однополых браков. Однако прошло буквально 7 лет, и именно при них в Америке легализовали однополые браки во всех штатах. Просто потому что настроение населения, политические настроения сменились. То есть потихоньку одни настроения перетекают в другие. То же самое по абортам. Джо Байден большую часть своей политической карьеры был противником абортов. Но сейчас он явный защитник абортов, потому что меняется конъюнктура, меняется настроение. Так вот, в статье New York Times пишут, что если последние 30 лет в Америке преобладала именно неолиберальная идеология, но неолиберальная именно с точки зрения экономики, что вот, мол, не нужно вмешиваться во внутренние дела, рынок сам порешает, все нормально. Нужно, наоборот, отстать от бизнеса, от всего, и он все нормально начнет сам функционировать. Государство не должно решать проблемы. То сейчас фокус смещается в сторону такого вот государственного вмешательства, что как раз-таки государство должно точечно вмешиваться в какие-то дела экономики. И избиратели, наоборот, хотят слышать и видеть политиков, которые скажут, мы придем и мы разберемся, у вас там маленькие зарплаты, мы повысим их, у вас там растут цены в магазинах, мы придем и сделаем так, чтобы цены не росли. И вот этот тренд, он очень интересный. Он на самом деле в Америке уже до этого был, в 20 веке, где-то в середине 20 века он превалировал. И сейчас как будто бы он возвращается чуть обратно вот в ту же сторону. И в статье этот вот новый центризм, по каким вопросам представители разных партий объединяются, они вот назвали его неопопулизм, потому что очень сильные персонали, типа вот Дональд Трамп, и люди голосуют за них, и они хотят видеть какого-то вот сильного лидера, который придет и решит проблемы. И это интересно, потому что последние 30 лет это было нетипично для американской политики. Но сейчас это так. Так что, если вдруг будет возможность, почитайте статью, очень интересно. На этой неделе стало известно, что Верховный суд США до начала июля рассмотрит вопрос об президентском иммунитете. В общем, там рассматривается дело, что уместно ли рассматривать уголовные дела, вообще в целом обвинения против президента, который он совершал на своем посту, потому что, мол, он должен быть неприкосновенным. Этот иск все-таки дошел до Верховного суда благодаря команде Трампа, и вот они будут его рассматривать. Есть разные мнения, потому что уже в целом при Ричарде Никсоне доходило до этого, почти дошло до того, чтобы это рассмотрели. Но вот сейчас, получается, если признают, что у Трампа на момент совершения им каких-то действий, по которым сейчас идут уголовные дела, ну, уголовные суды, если признают, что он все-таки обладал вот этой неприкосновенностью, то против него, как против президента, нельзя будет вести вот эти вот все расследования. Но при этом можно будет как против физического лица. Непонятно, смогут ли они обойти этот запрет, но вот пока так. Но если скажут, что президентская неприкосновенность не распространяется на него, если вдруг он совершает какие-то преступления, то тогда вот эти вот четыре уголовных дела, которые сейчас рассматриваются против Трампа, то он от них уже не отвертится. По одному, кстати, по поводу денег, которые он заплатил порнозвезде за молчание, уже вот буквально, скорее всего, на ближайшие недели будет вынесен вердикт, и будет понятно, виновен Трамп или нет. В плане подготовки к выборам у Трампа появился внезапно новый союзник, и это его бывшая соперница по республиканским праймерис Никки Хейли, которая вышла еще из гонки в начале марта, и тогда заявляла, что она категорически не будет поддерживать Трампа, но и как все в политике, люди часто переобуваются, и тут она сказала, что в итоге она будет поддерживать Трампа. Кстати, несмотря на то, что она выбыла из гонки, она до сих пор на праймерис набирает неплохие результаты. Конечно, не такие, как Трамп, она еще ни одни не выиграла после того, как из гонки вышла, но тем не менее люди за нее голосуют, то есть у нее поддержка и авторитет среди республиканцев до сих пор есть. И именно поэтому говорят, что она решила поддержать Трампа, потому что она является очень вероятным кандидатом на пост вице-президента в случае, если Трамп выиграет выборы. Так что поживем-увидим. Байден тем временем ввел новые тарифы на ввоз определенных товаров из Китая, и там на самом деле довольно внушительный список. До 20% на сталь и алюминий, до 50% на полупроводники, до 100% на электроавтомобили, до 25% на батареи, их компоненты, графит, магниты, контейнерные экраны, респираторы, медицинские маски, перчатки, 50% на солнечные батареи. Ожидается, что эти тарифы принесут Америке 18 миллиардов долларов, что, кстати, не особо много так в федеральном масштабе. Но посмотрим. Также он объявил, что сохраняет тарифы, которые были введены еще Трампом на 360 миллиардов долларов, до сих пор они сохраняются, хотя изначально Байден их критиковал, но в ходе президентского срока переобулся, и, по сути, он продолжил ту же политику против Китая, которую вел Трамп, то есть вот эту вот торговую войну, которую начал еще Трамп. Не знаю, насколько эти тарифы будут иметь смысл в долгосрочной перспективе, потому что вот это вот нарастание конфронтации, мне она, как жителю США, тоже не нравится. То, что, да, мотивируют эти тарифы тем, что вот, мол, мы не будем возить китайские электроавтомобили на американский рынок, потому что, мол, они финансируются из государственного бюджета Китая, соответственно, там государство может использовать какие-то технологии для слежки за американцами. Поэтому мы сделаем так, чтобы американским электромобилям было очень сложно попасть на американский рынок. Но, с другой стороны, Америка же это страна бизнеса, и конкуренция – это всегда двигатель прогресса. Если Америка изолируется от тех же самых китайских электроавтомобилей, то это, мне кажется, конечному потребителю, обычному американцу, который покупает машины, это вредит. Потому что производители не чувствуют конкуренции и могут не так хорошо совершенствовать и улучшать качество своих автомобилей и услуг, которые они предоставляют, как если бы у них был бы конкурент в виде дешевых китайских электромобилей. Я не знаю, мое мнение, может быть, кто-то думает по-другому, что Америка делает правильно, что не пускает китайские автомобили. Но я думаю, что это все-таки фигово, потому что Китай и США – это одни из самых крупнейших мировых торговых партнеров в мире. То есть так, как Америка торгует с Китаем, но, наверное, больше никакие две другие страны друг с другом не торгуют. Но вот составляют друг другу палки в колеса. На мой взгляд, это неправильно. Пару недель назад вышел отчет о безработице в США. За апрель в Америке появилось 175 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне где-то 3,9%. Что достаточно низкий показатель для такой страны, но все равно как можно было бы и меньше, потому что несколько месяцев назад он был чуть-чуть пониже. Сейчас он чуть начал расти. Больше всего новых рабочих мест появилось в здравоохранении, в социальной работе, транспортных услугах и на складах. Знаете, бытует мнение, что в Америке иммигрантам сейчас сложно найти работу. Но вот на самом деле, я вот смотря на свое окружение, понимаю, что люди вполне себе нормально работают. И, возможно, это связано с тем, что, да, чуть-чуть изменилась конъюнктура рынка, но в целом строить карьеру в Америке, устраиваться здесь на работу, готовиться к собеседованиям, готовить резюме очень сильно отличается от того, как это происходит в постсоветских странах. Я это знаю не понаслышке, потому что у меня есть своя школа иммиграции, и один из преподавателей в этой школе иммиграции, в нашем онлайн-курсе, это Роксана. И она карьерный консультант в США. И, наверное, самый компетентный человек, который может рассказывать про построение карьеры в Америке на русском языке. Она настолько досконально знакома со всем рынком трудоустройства в США, что знает, и как правильно нужно себя подавать, и как готовить резюме, и как проходит собеседование. То есть вот во всех деталях ты знаешь. И самое главное, она делится реально очень полезной информацией прямо у себя на странице в Инстаграме. Поэтому, если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подпишите, потому что такой информации на русском языке, ну вот просто больше нигде нет. Она уже помогла сотням людей правильно строить свою карьеру в США и получить тысячи офферов от американских компаний. Если вы тоже хотите построить свою карьеру в Америке, то обязательно переходите на ее страницу в Инстаграм и смотрите у нее в актуальном кружочек 2024. И узнаете, почему у людей не получается найти работу на американском рынке. Ну и обязательно подписывайтесь на ее социальные сети. Ссылки будут в описании. А на этом у нас все, друзья. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить жирные-жирные лайки, делиться этим видео в социальных сетях и подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. А мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин